Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Ольга Сухопрюева. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. За 13 часов по 135 человек компьютерный томограф медсанчасти принимает рекордное количество пациентов. Как медики планируют разгрузить очереди на обследование, расскажем сегодня в выпуске. Водители и пешеходов проверили на соблюдение правил дорожного движения. Сотрудники госавтоинспекции вышли в очередной рейд. Работникам комбината предлагают поставить рекорд. В ближайшие выходные в легкоатлетическом манеже принимают нормы ГТО. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Нет маски, платишь штраф. Магнитогорский продолжает выявлять тех, кто не соблюдает санитарные требования в условиях угрозы коронавирусной инфекции. Межведомственная группа проверяет кинотеатры, торговые центры, общественный транспорт. Профилактические рейды проводят ежедневно. В один из них отправилась наша съемочная группа. В этот раз повышенный интерес представителей межведомственной группы проявляют к пассажирам и водителям маршрутных такси. Экипаж ДПС совместно с сотрудниками администрации дежурит на пересечении труда и Калмыкова. Юрий Смутин в числе тех, кого попросили остановиться. Водитель признается, ему бояться нечего. Он соблюдает все необходимые меры предосторожности. В конторе мы каждое утро обрабатываем салон перед выездом. Ручки протираем, естественно, все. Ну и сами гигиену. Как? Моем руки почаще. А еще обязан надевать маску. Правила одинаковы как для водителя, так и для пассажиров. Вот только меры предосторожности соблюдают далеко не все. Маски у сестры забыл. Тем, кто решил проехать маршрутки без маски, выписывают протокол. Нарушителю грозит штраф от 1 до 30 тысяч рублей. В среднем в день на автобусах малого класса где-то привлекается к ответственности порядка 6-7 человек. В том числе и на трамваях. Порядка 6-7 человек ежедневно привлекается к ответственности. Непосредственно пассажиров. Также и привлекается водителей. Собирается информация, работаем с перевозчиками. Существовал случай, где мы привлекли непосредственно самого перевозчика. Подобные профилактические рейды проводятся ежедневно. За 5 месяцев только в общественном транспорте выявлено более полутора тысяч фактов нарушения масочного режима. Выписано более 700 протоколов. Ольга Сухоплюева, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. В Магнитогорске появится два дополнительных аппарата для компьютерной томографии. Пока же и в городе четыре. Один из них находится в центральной клинической медико-санитарной части. Он работает в круглосуточном режиме и принимает рекордное количество человек. Врачи показали томограф в деле и рассказали, что они делают, чтобы очередей в медучреждениях было меньше. Елена Бакуменко около двух недель проходила лечение в стационаре и в ближайшие дни готовится к выписке. Прежде чем отпустить пациента домой, врач назначил обследование на КТ, чтобы исключить пневмонию. Максимально это занимает от 5 до 10 минут. В принципе, это недолго. Главное, чтобы результат был хороший. Современный компьютерный томограф в медсанчасти появился в конце мая этого года. За это время врачи уже оценили его преимущества. Аппарат нового поколения позволяет сделать качественное изображение и разглядеть мельчайшие детали. К тому же пройти обследование здесь могут пациенты с большим весом – более 200 килограммов. В нашем распоряжении имеется мультислайсовый компьютерный томограф General Electric, который позволяет нам провести обследование в 128 слоев. Какое его преимущество – это получение изображений высокого разрешения. Одним основным недостатком любого компьютерного томографа является лучевая нагрузка. Но не бывает КТ-обследования, рентген-обследования без лучевой нагрузки. Поэтому все КТ-обследования должны проводиться по показаниям, по-медицинским. По словам специалистов, делать компьютерную томографию всем нет необходимости. Путевку на обследование должен выписать врач. Гаражам просят проявить спокойствие и понимание. Доктора делают все возможное, чтобы снять нагрузку на медучреждения. Распределяют потоки и вводят талонную систему. Например, в 11 утра в диагностическом центре в очереди на КТ было всего несколько человек. Существует определенное распределение по времени выполнения этих исследований внутри города, по поликлиникам, которые прикреплены к стационарам нашего города. Скорая помощь знает, в какое время и куда нужно транспортировать пациента для выполнения компьютерной томографии. Более того, при поликлиниках города существует служба неотложной помощи, которая также в значительной степени усилена по сравнению с нековидной эпохой. И эта служба сейчас в большей степени выполняет работу, скорой помощи, а также транспортирует пациентов для выполнения КТ, если есть на то показания. Кроме того, врачи не рекомендуют заниматься самолечением. Например, не назначать самому себе антибиотики или сбивать температуру ниже 38 градусов жаропонижающими препаратами. Все-таки лучше дождаться помощи специалистам. Противовирусные препараты назначаются тогда и только тогда, когда их назначил врач. Антибактериальные препараты или антибиотики. Они не назначаются при вирусной пневмонии, потому что антибактериальные препараты назначаются при бактериальной пневмонии. Широкое применение антибактериальных препаратов впоследствии приведет к тому, что через год-два вырастет такая бактерия, на которую мы не сможем повлиять антибиотиками. И, скажем, в 2024 году возникнет какая-нибудь эпидемия пневмококовой пневмонии, с которой мы не сможем справиться. Это будет существенно худшая ситуация, чем то, что есть сейчас. Вакцины против коронавируса в широком доступе пока нет. Поэтому медики настоятельно рекомендуют соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, носить маску, держать социальную дистанцию и пользоваться антисептиками. Ольга Сухоплюева, Денис Иванов, телекомпания ТВИМ. Продолжаем программу. Трудовые династии ММК – это удивительные семьи. Например, в цехе «Рудник» горнообогатительного производства трудятся сразу двое братьев-взрывников – Максим и Илья Клещевы. Оба профессионалы своего дела. Илья Клещев даже признан лучшим мастером, стал победителем трудовых соревнований. Подробнее о них расскажет Юлия Никифорова. Илья и Максим Клещевы – двоюродные братья, друзья и коллеги не только по работе, но и по профессии в целом. Оба закончили технический университет по специальности взрывное дело и работают на карьере «Малый Куйбас». Илья Клещев устроился в цех «Рудник» в 2012 году. Полгода работал машинистом экскаватора, 6 лет – взрывником, потом начал исполнять обязанности мастера как на взрывном, так и на буровом и экскаваторном участках «Малого Куйбаса». В настоящее время Илья Александрович исполняет обязанности мастера участка буровых работ. При этом, как и большинство горняков, он является универсальным специалистом, может подменить практически любого человека в карьере. Умеет и дурить, и взрывать, и добывать породу. Горное дело Илье Клещеву, что называется, по душе. Работа интересная, творческая. Больше всего нравится работать именно взрывником, а точнее руководителем взрывных работ. Это моя специальность. Я себя даже не представляю какой-то другой специальности. Работа тяжелая. Работаем и в снег, и в дождь, и в ветер. Стараемся по максимуму укладывать. Ну и команда такая сплоченная. Текучки кадров у нас вообще нету. Коллектив уже сработанный. Взрывники у нас вообще, можно сказать, как семья. То есть любой какой-то праздник, какое-то событие в жизни члена бригады. Стараемся как-то собираться, выезжаем на природу. Замечательные взаимоотношения в бригаде наилучшим образом сказываются и в работе. Илья Клещев с завидным постоянством становится передовиком трудовых соревнований. Недавно был признан лучшим мастером. Старший брат им гордится. Брат, получается, младше меня на 9 лет. И он пошел по моим следам. Случилось так, что мы работаем в одной бригаде. Он у меня взрывник. Но уже год, наверное, исполняет обязанности мастера на буровом участке. Когда я ухожу в отпуск, он остается за меня работать. Доверяю полностью все свои дела. Знаю, что отдохну я спокойно, ни звонков, ничего не будет. Отработают хорошо, как по маслу. В день приезда нашей съемочной группы в обеденное время на Малом Куйбасе производили взрыв. Зрелище это незабываемое. Можно понять, почему взрывники так любят свою работу. Пост номер 2. Пост номер 2. Дорога на билайн закрыта. Самосвалы стоят. На коррознете все чисто. Принял. Толя, посты выставлены. Можно взрывать. Внимание, всем пока у нас взрывает. Этот взрыв не был связан с добычей руды. Его предназначение – устройство капитального скального съезда под определенным углом по отношению к бортам карьера. В ходе разработки дно карьера постепенно углубляется. Такие съезды должны быть крепкими, скальными и надежными. Согласно проекту, карьер углубится еще на 70 метров. Глубина карьера на сегодня более 200 метров. Добываем мы в месяц более 200 тысяч тонн руды, богатая и бедная. И порядка 40-50 тысяч тонн строительного камня. На данный момент карьер находится в стадии доработки. По проекту разработки горную работу будет продолжаться около 4 лет. А дальше будет принято решение либо о закрытии карьеры, либо о подземной разработке. Горняки очень надеются, что комбинат все же приступит к разработке глубинных горизонтов малого куйбаса. Привозное сырье – это хорошо, но свое, как говорится, надежнее. Илья Клещев особенно переживает за судьбу родного карьера. Он называет себя счастливым человеком, занятым любимым делом. Хочется, чтобы карьер подольше проработал. Очень жалко, что говорят, до 2023 года. Не хотелось бы менять и место работы, и чтобы руководство менялось. У меня хорошая работа, сын недавно родился. Так что все отлично. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Водитель, уступи дорогу. Пешеход убедить в безопасности перехода. Простые правила, которые магнитогорцы продолжают нарушать. Рост аварийности стал поводом проведения 20 октября во всех городах области профилактического рейда ГИБДД. Экипажи ДПС дежурили не только на нерегулируемых пешеходных переходах, но и там, где установлены светофоры. Регулируемый переход на проспекте Карла Маркса. Не пропустить здесь пешеходов могут лишь те автомобилисты, которые выполняют левые или правые повороты с улицы Советской Армии. Сотрудники ГИБДД останавливают явных нарушителей, кто не замечает людей уже даже на своей стороне проезжей части. Причиной такого хамского поведения на дороге большинство водителей называют невнимательность и спешку. Девочки попросили быстренько на маршрутку высадить. Все, с работы едем с ночи. Ну что, согласна, что не пропустила? Штраф полторы тысячи рублей как мера профилактики подобных правонарушений. С начала года в Монкотогорске зарегистрировано 100 наездов на пешеходов. 23 произошли в зоне нерегулируемых пешеходных переходов и 30 наездов в зоне нерегулируемых пешеходных переходов. Остальные в неустановленных местах погибли. 9 пешеходов. Правила дорожного движения распространяются не только на водителей, но и на пешеходов, в обязанности которых входит убедиться в безопасности перехода. Лишний раз напомнить об этом считают нелишним и дружинники, которые вышли в рейд совместно с ГИБДД. А все потому, что до сих пор сами встречают. Перебегающих на красный, перед быстро приближающейся машиной. Большая часть это дети, большая часть это взрослые с детьми. Иногда приходится делать замечания. Пашютное транспортное средство ожидать на остановке надо. На прежней части не нужно находиться. Нарушают ПДД обоюдно и по многу и водители, и пешеходы в зонах трамвайных остановок. Как оборудованных, так и не оборудованных посадочными площадками. Автомобилисты грешат тем, что не уступают дорогу пассажирам общественного транспорта. Трамвай с открытыми дверями, меня не пропускают. Я стою, побежал, и он еще на меня и наорал, обматерил. Сотрудники ГИБДД таким водителям готовы разъяснить. На остановках у пешеходов преимущество в движении. Несмотря на знаки и светофоры. Но в определенный момент. Выходить на проезжую часть пешеходы имеют право только когда подъедет трамвай к открытым дверям. Водителям в этот момент необходимо остановиться и пропустить пешеходов. За несоблюдение данного требования ПДД штраф автомобилистам от 800 рублей. К другим темам. Юридическое и правовое сообщество Магнитки потрясено трагическим известием о смерти Любови Тимофеевны Гампер. Юрист от Бога, всю жизнь посвятившая правовому просвещению, она оставила ярчайший след в летописи нашего города. Озвучат траурные речи, вспомнятся вехи биографии, высохнут слезы, останется любовь и память об очень хорошей женщине. Любови Тимофеевны Гампер. Есть люди-метеоры, вспыхнул на мгновение, заметили точкой, не осветил ничего и не согрел никого. Любовь Тимофеевна Гампер светила другого порядка, как солнце, мощно, ярко, долго и тепло. Сейчас я произнесу самое сложное слово этого текста. Сверхмощная звезда правового небосклона погасла, но, как во вселенной мы долго видим свет уже погасшей звезды, так и на земле сияние, зажженное любовью Гампер, будет еще долго озарять и подсвечивать тернистую дорогу нашей жизни. В архивах телекомпании ТВН есть уникальные кадры заседаний городского собрания первого созыва. Начинавшие с нуля романтики первой демократической волны, тогдашние депутаты могли ничего не сделать, кроме принятия устава Магнитогорска, и все равно остались бы в истории. А разрабатывала положение нашей маленькой конституции она, Любовь, уже тогда, Тимофеевна. Я сказала и сейчас еще раз повторяю, что речь идет о наделении главы города компетенции представительного органа. Те вопросы, которые сегодня мы с вами решаем, мы должны будем разложить между двумя органами, между городским собранием и главой города. Комбинат, а Любовь Тимофеевна была его плоть от плоти, в управленческом сегменте никогда не делал скидку на женскость. Слишком сложные задачи и слишком высокая планка требований. Но не заметить то, что правовое управление гигантом возглавляет шикарная женщина, мог только слепой. Новая мощная вспышка сверхяркой звезды по имени Любовь произошла в первом десятилетии 21 века. 2007 год. В Москве проходит учредительный съезд Ассоциации юристов России. ММК – площадка проведения четырех научных правовых конференций федерального масштаба. Вопрос, кто возглавит магнитогорское отделение АЮР, даже не обсуждался. Конечно, Любовь. Круг вопросов самый разнообразный. Это и семейное законодательство, и гражданское, и жилищное, и уголовное, и вопросы социального обеспечения. Сегодня члены Ассоциации юристов представлены в широком профиле. На посту председателя отделения Ассоциации Гампер останется до последних мгновений своей жизни. В официальных некрологах вспомнят о целой россыпи государственных и ведомственных наград. Искренне попечалятся, что смерть выбирает самых лучших и дергает по одному. Про Любовь Гампер мы будем рассказывать в прошедшем времени. И обязательно помнить. Журналисты телекомпании ТВИН и ее руководящий и технический состав присоединяются к словам соболезнования. Прощайте и простите, Любовь Тимофеевна. Игорь Гурьянов, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. Провести выходные с пользой и поставить личный рекорд в различных спортивных дисциплинах. В субботу и воскресенье это может сделать каждый сотрудник группы ПАУ ММК. В октябре в легкоатлетическом манеже принимают нормы ГТО. Из года в год участников, желающих испытать себя на прочность, меньше не становится. Все подробности далее. Константин не понаслышке знает, в здоровом теле здоровый дух. А потому решил второй год подряд сдавать нормы ГТО. На этот раз привел и сына. Привел ребенка попробовать. Он всегда хотел, но все время не получалось. Поэтому в этот раз решили попробовать. Но пока у него все успешно, я очень доволен. Раз, два, и на трите зафиксируйтесь. Зафиксируйтесь. Десять. Чтобы гордиться честно заработанным значком ГТО, участникам соревнований нужно было как можно лучше сдать семь дисциплин. Три обязательных и четыре на выбор. Отжимания, пресс и прыжки в длину. Рывок гири, подтягивания, бег на разные дистанции, стрельба в тире. Атлетам было где проявить свою выносливость, силу и точность. Три пристрелочных и пять зачетных. Тир в качестве одной из дисциплин, предложенных участникам на выбор, предпочитал каждый четвертый атлет. Пятьдесят на пятьдесят. Кто-то сдает, кто-то попадает. Чаще все попадают мужчины, потому что они занимались стрельбой, проходили службу в армии. Кто-то получает золотую медаль до конца. Тут не просто так дают ее. Ну и специальная подготовка должна быть, чтобы на золотую сдать. Арсений Серков всерьез занимается футболом. Неудивительно, что парень делает большие ставки на бег и готов замахнуться на солидную дистанцию. Три километра хочу пробежать. Помню, я бежала в акопарке, старалась. Хочется сдать. Вот хочу я отсюда начать, а потом уже на марафон идти. Большие спортивные планы? Да. Егор Савченко уже сдал бег на три километра. Показал хорошие результаты и в других обязательных дисциплинах. Останавливаться не намерен. Все нужные для получения заветного значка ГТО семь нормативов готов осилить в один день. У вас на какой значок примерно сейчас идется? Сейчас выходит на серебро. Так что некоторые испытания не получилось дотянуть до золота. Так что пока серебряный значок. Все довольны? Ну да, тоже неплохо для первого раза. Инструкторы, принимающие нормативы, констатируют, каждый выходной для сдачи норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса приходят более ста человек. И дело даже не в премии от руководства предприятия, которое ожидает обладателей значков ГТО. Спортивный азарт, горящий в глазах участников, говорит о том, что многие прежде всего пришли проверить себя на прочность. Я в 2018 сдавал. Ну я не сразу, не с 2014 года сдал, но в 2018 сдал. Созрел, наверное. Для этого решил сдать. Сдал на золотой знак. Сейчас продолжаю поддерживать хорошую физическую форму. Мы сейчас в октябре, каждую субботу-воскресенье сдаем, принимаем нормы с 10 часов утра. Поэтому, если есть желание, приходите, конечно. Дина Наумова, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте tv-defin.ru. Всего доброго и до встречи.